И они все-таки встретились. Несмотря на шквал критики в самой Америке и за ее пределами, Дональд Трамп несколько часов назад провел встречу с Путиным. В Хельсинки президенты беседовали более двух часов тет-а-тет, затем прошли переговоры делегаций. Что обсуждали и как отреагировали в Штатах, мы узнаем у Дмитрия Анопченко. Он с нами напрямую в связи из Вашингтона. Дима, добрый вечер. Есть ли уже первые заявления и оценки? Дима, добрый вечер. Но мгновенно получил ответы и вовсе не от Обамы, а от конгрессменов. Причем не от демократов, которые по поводу, без повода привыкли Трампа критиковать, а от коллег по партии, от республиканцев. Один из них сказал вполне серьезно, что, ну, что значит отношения хуже некуда. Есть куда. Соединенные Штаты Трамп должны официально объявить Россию врагом Америки. Ну вот еще один пример приведу. Он связан с опозданием лайнера российского президента. Я действительно выяснял эту ситуацию, выяснял из первых рук. Говорил с журналистами из так называемого пула Белого дома, которые сопровождают сейчас Дональда Трампа и находятся в Хельсинки. Они мне подтвердили, что самолет Путина приземлился в финской столице за 10 минут до того, как встреча должна была состояться. И, разумеется, все сдвинулось, разумеется, все произошло с опозданием. Дональду Трампу пришлось ждать в гостинице Хилтон, где находилась резиденция американской делегации. Ждать он не привык, но, тем не менее, ждал достаточно долго. И вот американская делегация своей прессе, не официально, не под запись, сказала, что считает, что это Россия пробует играть мускулами. Знаете, как в Одессе говорят, мол, не очень-то и хотелось. Вот действительно продемонстрировать, что не очень-то и хотелось, что не очень-то они заинтересованы в результате, что Америка должна проявлять большую гибкость. Я все эти примеры привожу, а на самом деле их намного больше, для того, чтобы подчеркнуть, как остро реагируют на малейшие детали происходящего в Америке. Ну вот, в частности, приведу цитату, CNN в прямом эфире комментировала вот это опоздание. И журналистка сказала, я потрясена тем, что президент страны, который находится под санкциями, заставляет лидера свободного мира ждать. То есть опасений, критики очень много и в первую очередь опасений, что Трамп пойдет на уступки России. Были ли они, можно судить по первым заявлениям, которые были сделаны не так давно, меньше часа назад два президента общались с прессой. И вот, что говорил Дональд Трамп по поводу своего желания наладить с Москвой отношения. У нас был хороший откровенный диалог. Он хорош не только для Америки или России, но и для всего мира. Проблемы между нами известны всем, и мы их сегодня обсуждали. Наши отношения с Россией никогда не были хуже, чем сейчас. Но это изменится после нашей четырехчасовой встречи. Ничто не будет простым, но это лучше, чем отвергать возможность встречи. Лучше брать на себя политические риски для достижения мира и стабильности. Ну и скажу о конкретных договоренностях. Сейчас было много деталей, связанных и с возможным вмешательством России в американские президентские выборы. И о Сирии говорили. Я приведу лишь несколько моментов, которые касаются Украины. Во-первых, по словам Путина, Трамп очень жестко ставил вопрос о противодействии строительству второго северного потока. Трамп очень жестко высказал позицию Америки. И в ответ Россия предложила компромиссный вариант. Вариант этот заключается в том, что, во-первых, будет дана гарантия сохранения транзита газа через территорию Украины. Во-вторых, будет дана гарантия тому, что нефтегаз и Газпром подпишут новый контракт на транзит. Действующий контракт заканчивается в следующем году. Есть и встречные требования от России. Состоит оно в том, что нефтегаз и Газпром должны урегулировать миром свой спор, который есть сейчас в Тольгольском арбитраже. Не знаю, насколько этот вариант Украине подойдет. Думаю, что в самые ближайшие часы мы услышим заявление первых лиц по поводу того, насколько Украине этот вариант годится. Разумеется, говорили о Крыме. Разумеется, Дональд Трамп еще раз подчеркнул позицию Америки, что Соединенные Штаты не признают аннексию Крыма. Однако, тем не менее, звучали и другие слова. Трамп говорил о том, что эта встреча является переломным моментом в отношениях между двумя странами. Что важно, об этом будут и сегодня, и завтра явно говорить. В своем выступлении, на своей пресс-конференции, была она достаточно длинная, Дональд Трамп ни разу не упомянул Украину. И вот я буквально несколько часов назад общался с высокопоставленным американским дипломатом для того, чтобы выяснить, ну а можно ли из этого делать какие-то выводы. И мне объяснили такой момент, что на самом деле это просто стратегия Дональда Трампа. Стратегия, которую он придерживается еще, будучи бизнесменом, стратегия переговорная. Заключается она в том, что если есть какие-то проблемные моменты или болевые точки, то он их не озвучивает сразу, а делает это на закрытой части переговоров, на эти болевые точки, будьте уверены, он надавит. Вот то же самое касается и Украины, потому что, по словам источников в американской делегации, об Украине говорили и очень детально. Наташа. Спасибо тебе, Дима, за эти подробности. Дмитрий Анопченко о встрече Дональда Трампа с российским президентом в Хельсинки. Продолжение следует...